Как это часто бывает в потоке новостей, обрушивающихся на нас каждый день, мы не замечаем самые важные. Недавно произошла маленькая сенсация, о которой почти никто не говорил на самом же деле. Это своего рода новость-бомба. Итак, в Министерстве иностранных дел ФРГ состоялась скромная церемония, на которую мало кто обратил внимание. А жаль, конечно. Немецкая сторона передала украинской документ начала XVIII века, который во время Второй мировой войны был похищен в качестве трофея. Речь идет о уникальной грамоте, выданной Петром I митрополиту Иосаву Краковскому, о постановке его 14 сентября 1708 года на Киевскую митрополию. Артефакт представляет из себя красивый рукописный пергамент размером 80 на 58 в золоте и серебре с двуглавым орлом-печатью, виньетками и кисточками. Оформление его типично для своего времени, а вот содержание очень для нас интересно. Это последняя царская грамота вольно избранному киевскому митрополиту, которая подтвердила статус митрополии как первоначальной среди всех митрополий московского патриархата. В грамоте, например, царь приказывает митрополиту киевскому не склоняться в сторону вселенского патриархата. На момент выдачи грамоты московский предстоятель и царь все еще имели опасения относительно возможной потери митрополии. А ему, богомольцу нашему просвященному Иосафу, митрополиту киевскому и галецкому и малой России, и после него будущим митрополитом киевским, со всем причным духовным малороссийского народа, быть в дальнейшем под благословением и в послушании святейшему и всевложеннейшему московскому и всея Руси и всех северных стран, патриарша навеки неотступно согласна с его обетностью, которую он совершил, с подписью своей рукою, при постановке его на престол киевских митрополитов, собранной и апостольской церкви, пресвятой владычицы нашей Богородицы, честно и славно ее усипению и не отлучаясь над благословением в советы вселенских патриархов. Вот это та самая интересная фраза. Подозрения московитян не были безосновательны, подчеркивают авторы исследования, ссылаясь на конституцию Филиппа Орлика 1710 года, в которых говорится о намерении утвердить единую православную церковь под послушанием святейшего апостола трона Константинопольского уже тогда. Очевидно, что планы возвращения киевской митрополии под аморф Константинополя в среде киевского духовенства начался в XVIII веке и был достаточно распространен. Несмотря на официальное переподчинение киевской митрополии и московской патриархии, позиция позднее среди украинского клира и политической элиты была довольно шаткой. Не хотел порывать связи с Киевом и Константинополь. В письме от 9 мая 1686 года Гетману Самойловичу патриарх Геонисий писал, что при любой необходимости в церковных делах обращаться именно к Константинополю, чем подчеркивал свою сохраняющуюся власть над Киевом. После присоединения к Москве канонические права киевской митрополии постепенно, но неуклонно урезались. К 1688 году митрополиту было официально запрещено именоваться иерархом всея Руси, а в титуле оставлена только Малая Русь. Сокращалась и каноническая территория киевской митрополии. В частности, согласно указанной грамоте, из-под ее юрисдикции изымались Черниговская архиепископия и Киево-Печорский монастырь. Показательно, что после смерти Иосафа место митрополита Киевского 4 года оставалось вакантным, а его преемник Ваарлам Вантанович именовался уже не митрополитом, а просто архиепископом. Документ находился под стеклом на стене института библиотеки с 1958 года в земле Баден-Вюртенберг Тюбинского университета. Находка оказалась совершенно случайной. Историк Наталья Сенкевич, приехавшая на выставку славянских документов в этом самом университете, прошла мимо и обратила внимание на подозрительную аутентичность. Его вытащили из-под рамки, внимательно изучили с осени 2016 года. И именно по инициативе МИДа ФРГ была создана специальная исследовательская группа из украинских и немецких ученых. И таки действительно, грамота оказалась подлинной. По всей видимости, немцы без особого внимания вчитывались в текст. Они понимали, что это важный документ, но не более того. Понятно, что грамота, и не одна, а одна, пропало две грамоты Петра 1708 и 1700 года, были вывезены во время Второй мировой войны при оккупации Киева. Скорее всего, она просто была похищена, а не вывезена официально. То есть она нигде не была зарегистрирована. Авторы исследования предполагают, что артефакт мог храниться у члена зондеркоманды штурмбанфюрера СС доктора Вильфрида Кралерта, австрийского географа, который занимался имперскими грамотами и понимал их настоящую ценность. Известны случаи, когда Кралерт не отправлял по назначению в Берлин конфискованные в библиотеках ценные, качественные, исторически значимые вещи, а прижимал их, как считалось для СС, или, как оказалось, для себя. В послевоенное время Кралерт продал около 1400 географических карт обществу по изучению истории Восточной Европы. Одна из них была продана как раз-таки предшественнику нынешнего института в Тюрингене, который сейчас и восстановил историческую справедливость по своей, кстати, личной инициативе. Цитата. То, что документ возвращается в Украину именно сегодня, имеет большое историческое, культурное и политическое значение. Грамота свидетельствует о том, что в начале XVIII века опасения Москвы относительно возврата киевской митрополии к Константинополю уже были очень актуальны. Фактически восстанавливается сейчас, в данный момент, «Историческая справедливость», которая существовала до 1686 года. Директор института Катарина Кухер сказала, «Мы считаем, что это важный, бесценный документ должен быть возвращен туда, где ему и положено быть в Киев. Для Украины он имеет огромное значение, внутриполитическое, но и также реституция, то есть возвращение культурных артифактов очень важно для немецко-украинских отношений». Грамота будет передана Национальной библиотеке имени Вернацкого в начале лета, по словам Кухер, в Киеве планируется проведение научного симпозиума, во время которого состоится официальная церемония передачи с участием официальных лиц и общественности. Как пошутил посол в конце, для грамоты российского монарха возвращение в Киев будет определенным шоком, ведь на свет она появилась тогда, когда Украина была частью Московской империи, ее церковь была разрушена и подчинялась российской, а доставлена грамота будет в независимое украинское государство, которое имеет теперь самостоятельную автокефалию – православную церковь Украины. Но после всех тяжелых ударов судьбы, как сказал посол, царская грамота сможет справиться и с этим. Что ж, Москве тоже придется с этим смириться. Ну а тем, кто очень сильно возмущается по поводу немцев в целом, я бы хотел добавить, что лучше все же дружить с Германией, чем с ней конфликтовать. Несмотря на то, что немцы хотят и будут строить Северный поток, так как я уже говорил, они торгуют с Россией очень-очень много лет, сто и больше, с разной Россией, смысл в том, что Россия никогда не изменится. Россию нужно принимать такой, какая она есть. Желательно держать ее на строгом поводке. Если что-то происходит с Россией, ее нужно отдергивать. Но изменить, поломать Россию или еще как-то ни вы, дорогие украинцы, ни мы не можем. Россия либо развалится сама, либо в конечном счете так и останется. Вот такой вот зоной зла, но при этом ничто не мешает налаживать свои тесные отношения между Украиной и Германией. Итак, это был знак доброй воли. Немцы не должны были возвращать этот артефакт. Стоимость его оценивается в несколько миллионов. Но немцы решили это сделать. Ну, а для украинцев это особый документ, так как в нем подтвержден факт, что уже тогда были и существовали настроения отделения Украинской Православной Церкви. Так что не вчера в Украинской Церкви и в украинском обществе бродили мысли о своей собственной автономной автокефалии. Так что ценность этого документа трудно себе переоценить. Ну и как сказал посол Украины в Германии Мельник, я повторю его слова, данке дочла. Я думаю, что Украине стоит поблагодарить Германию за этот беспрецедентный подарок.